Музыка Музыка В каждом семинаре мы говорим о работах, которые мы должны проводить в этот период. Мы говорим о переводе. Что мы делаем в апреле? Вот сейчас самое отличное время для обрезки орехов. Именно сейчас, в конце марта, апрель и где-то числа до 10-15 мая. Листья будут уже вот такие, может уже орехи будут, орех можно обрезать. Он очень хорошо будет заживать. Он не будет заболевать. Потому что есть ток, мусус упорнит. И если вы даже каким-то инфицированным ножом сделали срез, сок, который будет выходить, он будет выбрасывать инфекцию наверх, дерево имеет систему защиты. А если будет обрезать, скажем, в июле, тогда не успеет зажить рана и будет проблема. Если будет обрезать в декабре, феврале, январе, значит, тогда раны не заживают. И будет дупло и дерево погибнет. Это надо хорошо понимать. В этот же период делается формировка. В этот же период очень важно делать побелку скелетных ветвей и штамбу. Это мы делали и в феврале, и в марте. Вот такие солнечные дни. Надо взять грядинару или другую садовую краску. И надо покрасить штамбы, покрасить скелетные ветви, покрасить для того, чтобы они отражали солнечные лучи. Если у вас штамб, так тронки, локопак, кулори, луи, натуралы, интуникат, кофинии. Если ветки, так кренжили, гроз, тоташа, интуникат, кофини, интуникат, кофини, ласуарь. Интуникат, кофини, ласуарь, ши, спорнеште мусту, ши, копаку, стрезеште. Так копакалп. Если дерево белое. Оно не воспринимает инфракрасные лучи, оно их отражает. Женщины раньше, ну сейчас таких женщин, которые на поле сапы, наверное, здесь я не найду. Но раньше они шли на работу на свеклу, там белый платочек, для того, чтобы солнце не перегревало голову. Не ради красоты, а для того, чтобы и что-то белое одевали, чтобы не перегреваться. Так мы должны наши деревья одеть в белые одежды. Надо их покрасить. И чем раньше, тем лучше. Если дерево, дак копак, тронк, шкренж или гроас, боить, альп, дин февруарий, ординг в туану. Я вам пряму рэнд. Если с нунь яцэ, мэй цэн, али проблеми не я, ярнад, ши мэй терзэл дэ примавар. Если мы покрасили деревья с осени, нет морозобоя. И весной он на 10-15 дней позже начинает просыпаться. И выходит от заморозка. Это очень важно. Особенно, если мы говорим об абрикосе, миндале, черешне. Ну и орех тоже. Сейчас самое идеальное время для посадки сада. Если мы говорим о обычной посадке сада, поздновато. Но мы разработали специальную технологию. И мы готовим деревья. Укорачиваем деревья вот таким образом. Вот такое дерево. Мы укорачиваем вот таким образом. На 50-60 сантиметров. И вы его на поле красите грядинару. Это очень важно. Потому что почки эти, если они покрашены в белый цвет стель, они на 20 дней позже просыпаются. И корни успевают прирасти. Радачина доведешься, пусть не помнит. Шлем уж пор не скокирует, да радачина даму и ари. Диунди луа. Апа. Это настолько важно, что я решил, что каждому, кто берет деревья, я дарю на 100 деревьев кисточку. Если меньше, тоже кисточку. Я дарю грядинару. Если он берет 1000 деревьев, я ему даю ведро. 14 килограмм. И 5 кисточек. За мой счет. Если он берет 100, я ему даю полторашку и кисточку. За мой счет. И я купил это грядинару. На эти мои 150 тысяч. Я тратил 3,5 тысячи евро. И за кисточки тоже куча денег. Это я вам даю бесплатно. Потому что это очень важно. Вы приехали из Испании, или из Ирландии, или из России. Там вас ждет работа. Вы не хотите ее потерять. И вы быстренько прибежали, взяли саженцы, посадили. Надо еще где-то искать грядинару. В продаже нет. А кисточку найти можно. Нет времени. И вы. Говорите там дома. Кто у вас? Тата, мама. И варуиц. Вопсиц. Елмадук. Билет в карман. Я должен уезжать. А папа, мама. Немножко тормозят. И у вас посадка весенняя. Будет погублена. Потому что почки тронутся в рост, а корень еще не схватился. Поэтому я даю за свой счет это все. Вам подарки. Это очень важно. Вы являетесь собственником земли, которую или вы ее наследовали, или вы купили землю. Памынт, у вас есть мощный, у вас есть компания. Сынтець, proprietари. Аста не с дискут. Деревья от Киктенка. Копачи для Киктенка. А с компания. А с компания. Комбан нормал. Аста не с дискут. Сынтець, proprietари. А требование от Киктенка такое. Если вы со мной работаете, ничего не улучшайте. Чиринцы для меня. Ну, не чипец. Амбун это цичава. Феррес и консультация. Ничего не делайте дополнительно без консультации. Потому что система отработана десятилетиями. И, возможно, что-то я не учу. Такое бывает. Но не надо ничего улучшать. Потому что на сайтах очень много есть материалов. Когда вместо аммофоса на 60 сантиметров стали селитру, на корни сжигали по 10 гектаров сада. Были и другие. Там очень много есть. В сайте есть такой материал. Добрые советы в кавычках. Сфатур бунингельмель. У него, мол, примит Сфатур. Дело приятень бунинг. Ну, дело душмань. Что здесь рус левадок. Он тотал мент. Поэтому вот эти вопросы. Вы должны четко, их четко выдерживать. Если хотите, чтобы был толком. У вас есть четвертый пункт. Идеальное время для посадки. Каким образом я к этому пункту, к этой системе пришел? Каждый год, если я произвожу 100 или 150 тысяч саженцев. Кто берет 20, кто берет 200, кто берет 2000. 300-400 контрактов. И когда вот человек, вот я Лашку уже запомнил. А вас вообще запомнил уже на всю жизнь. Красивая женщина, которая не хочет со мной выпить. Значит, смотришь, через две недели появляется. У меня снова. Зачем ты пришел? Десять или нет? Да у меня восемь деревьев украли. А у другого восемнадцать. А рекорд двести семьдесят два дерева. Из семьсот двадцать три. А у одной женщины, на сайте есть ее интервью. Она плачет и говорит. Из Бельц украли три раза. Сперва все восемьдесят девять. Потом двадцать семь. А потом три штуки украли. Она брала, садила его сзади барабан. Если человек садит с осени, с осени садить надо и хорошо. Если есть охрана. Если у вас есть охрана, есть возможность охранять. Если проблемы с охраной. Представляете, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. Семь месяцев, да? А если вы посадили их в марте или в апреле два месяца. Время риска уменьшается. И легче охранять. Вот сейчас охранять и в декабре или когда. Потому что вор, ход, он находит время. Ему надо 15 минут, чтобы вырвать эти деревья. А вам надо восемь месяцев сидеть вот так вот и смотреть, чтобы эти деревья не вырвать. Поэтому мы разработали эту систему, которая хорошо работает при весенней посадке. И многие переносят контракты на весну. И многие уже в этом году почти 30% брали весной. И результат прекрасный. Я сам сажу весной. Не то, что у меня. У меня не ворует. Но просто, может быть, с осенью мы не успеваем. Значит, искореняющее опрыскивание бордовской жидкости с элементным купоросом. Я хочу сказать, что сейчас уже поздновато делать такое опрыскивание. Потому что почки на орехи распускаются. Если мы сейчас будем опрыскивать орех 3% медным купоросом, театра вынутые три приченты, мы зажгем. Сожгем эти почки. И будет катастрофа. Мы можем опрыскивать медным купоросом. Тогда, когда дерево спит еще. Почки еще спят. Почки еще, значит, спят. Вы обмыли дерево. Убрали инфекцию. Все нормально. Потом почки тронулись просто. Сейчас можно делать опрыскивание. Кто не делает опрыскивание? Мы специально взяли. Есть прекрасный препарат. Вот это вот Бойли Бордолез. Это французская фирма. Я давно искал этот препарат. Потому что мы всегда говорили, что лучший вариант это бордовская жидкость. Ну ничего, свет хороший. Он дорогой. Но он хороший. Он работает качественно. И он сбалансирован. Он не делает ожогов. Мы уже сделали где-то вот два дня назад. Делали обработку всем своим орехом. Значит, на гектар где-то надо 800 или тонну раствора. Концентрация 1%. 8 или 10 килограмм на гектар. Но всю инфекцию, которая зимует, мы можем подавить. Это упаковка полкилограмма. Это упаковка. Пожалуйста. 10 килограмм. У кого есть желание, пожалуйста, можете купить. Есть они. Бухгалтер покажет вам накладную, по которой я покупал. И по цене я ее продаю. Я беру не для того, чтобы сделать бизнес. А для того, чтобы вы имели, вот приедете домой, могли обработать ваш сад. Так, я не вижу здесь гудрон-лепин. Он там у вас, да? Маленький упаковок. Принесите одну сюда. Летровый? Да. Летровый. Ага. Прекрасно. Вот это прекрасный препарат. Они, по моей просьбе, начали его фасовать в литровые упаковки. Потому что стандартные, которые импортируются, они 5-литровые. Стоят они 38 евро. Это стоит 10 евро. Значит, вы делаете обрезку и сзади закрашиваете. А? А? Какой копать они не выделяют? Да. Ага, если я копаю, берёх накулы, не сзади, надо купить. Если я копаю, далее, ой, если я копаю, можно плюнуть. Если копать, я там первый, по 좋ит, März, не ей могу купить. И так же упаковка. Ну, у меня не перекупить, а? Ну, с зажимого банка, мы это купить. Хорошо. А это спрай, но это для сложных ран. Рано. Если есть какие-то трещины, скажем дупло. Отличная вещь. Здесь сейчас время по технологии мы покажем вам на улице в лунку мы ставим навоз как садить орехи вот каждому кто значит берет орехи мы даем инструкцию мы копаем яму она мы где-то серёжа информации не она не на нет ее там не будет это на сайте до открывай сайт посадку найдешь так кстати один момент вот это сайт мой официальный сайт из вас многие мульти интерьер мастера много сайт сайту если смотрел айтюбе есть и к тем кушалия колобка палчева поиски на сайте пятьсот восемьдесят пять видео очень суть его в защите видео сым материалей кори дизащен с чанином есть материал десятилетний средний давности есть а динамика как надо работать и поэтому вы должны найти сайт господару в рейде . ком вот он ведь вы наберете первые три буквы высветится госп наш сайт потому что у нас на сайте более 5 миллионов посещений и более восемнадцать тысяч подписчиков а мультики миллион или визит шимой модели визита визита инскриш визита поэтому вас не будет проблем вы должны смотреть изучать сайт этот сайт вот сейчас видите идет съемка да потом будет обработка материала потом будет постановка на сайт все это занимает время и средства если там пятьсот восемьдесят пять видео я вас уверяю что это громадная работа и очень стоящая она делается для того чтобы вы могли посмотреть есть очень интересное представление есть интересный вот аградор выступали здесь ребята препараты стимуляторы кстати это их препараты они показывают вам что они чем они располагают я говорю что это хорошая вещь поэтому вы не ленитесь вы вы там покушали плаценту еще бутерброд один а кто еще взял 5 грамм вина немножко успокоился раз дремает значит поэтому посмотрите запишите пожалуйста сайт или возьмите купите книгу есть там книги там есть и посадка схема посадки где книжка у нас есть но сады упрямая ну-ка посмотрите хорошо видно или нет 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 плохо видно вот так на проект а так тогда вот здесь есть разжевана как садить деревья а дальше есть кривая если мы ставим навоз лунку как идет температура днем когда есть жара если вы поставили навоз то под навозом почва практически температура не меняется а если почва если нет навоза температура вот так вот прыгает и корни перегревается и дальше здесь есть инструкция как делать формировки и как опрыскивать поливать не поливать и многое другое и здесь есть сайт поэтому семинар бесплатный но если хотите возьмите книжку вы имели чтобы не звонили мне там к ч кто такой ткаченко где его телефон тут есть его телефон я вот вы будете смотреть на цену на на этот препарат цену на тоже вам показал там есть прайс я принципиально я принципиально продаю по той же самой цене как покупаю я не делаю на этом бизнес я хочу чтобы имели пришли взяли сделали они где-то бегали а потом не нашли для посадки мы завозим более 100 тонн амафоса но это необычный амафос где вот там продается он там по 960 или 980 узбекский или казахский которым только 42 процента фосфора и там есть целая куча еще серы которая будет угнетать орех мы берем и по той же самой цене продаем амафос мы я заказал более 40 тысяч тычик из акаций и по этой самой цене как мы их взяли мы по этой цене продаем для того чтобы вы могли прийти и посадить красивый сад и 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